Пока презентацию выводят, чтобы не... Да, здравствуйте, коллеги. Спасибо организационному комитету за то, что пошли на встречу и поставили у нас в очную часть на сегодняшний день. Соответственно, мы вам хотели рассказать про цифровую видеоплатформу, которая была на базе, цифровую платформу на базе движка GT, которая была доработана в Московском институте электроники и математики, высшей школы экономики и используется уже два года. Собственно, рассказ про технологическую часть этой разработки будет проводить Миченков Виктор Олегович, ведущий программист, руководитель направления информационной безопасности в нашем институте. Собственно говоря, вот я очень кратко скажу, в рамках экосистемы цифровых сервисов, в которых входит очень-очень много сервисов, там и личный кабинет, и кабинет проектной работы, и корпоративная Вики, и система цифрового следа и так далее и тому подобное, система видеоплатформы занимает особое место. По той причине, что когда у нас началась пандемия, все ушли в онлайн. В нашем институте, в силу того, что у нас 100% проектная модель обучения, необходимо было обеспечить взаимодействие порядка 400 проектных команд. Это помимо вопросов преподавания, вопросов проведения занятий, взаимодействия администрации и так далее. Но 400 команд — это фактически 400 индивидуальных комнат, которые доступны в режиме 24 на 7. И если сама НИУВШ пошла по пути приобретения лицензии Zoom, и этот путь оказался неправильным, разумеется, потому что в 2021 году Zoom отказал от предоставления лицензии университету, то наш институт, ориентируясь на то, что, во-первых, мы могли иметь необходимую экспертизу разработчиков по реализации самостоятельной такой localhost-платформы, и с учетом того, что, как обычно у нас у всех известная проблема есть ограничения финансирования, была развернута самостоятельная платформа, о чем сейчас Виктор Олегович расскажет. Ну, предысторию Антон Олегович рассказал. В общем, вкратце, что нам нужно было по требованиям. Нам нужно было программное, свободное программное обеспечение, нам нужно было средство защиты, то есть нам нужно было авторизовать всех пользователей централизованно, у нас есть система SSO, и, соответственно, нужно было привязать к ней какой-то open source. Нам нужно было автоматизирование, развертывание управления системой, потому что понятно, что у нас все должно автоматически восстанавливаться в случае краха или развертываться для тестирования и разработки дальнейшей. И также нам требовалось по функционалу, чтобы данные, особенно когда у нас начиналась удаленка, у нас было некоторое требование, чтобы данные о посещаемости, кто приходит на лекции, и когда приходит на лекции, проводятся ли лекции, проводятся ли занятия, чтобы эти данные экспортировались, ну и накапливался след, соответственно, чтобы это можно было просмотреть в истории. Соответственно, у нас некоторые технические требования дополнительно были выданы к самой платформе. Это поддержка большинства устройств. Нам нужно было, чтобы это было и мобильное устройство, и веб. Все это работало вместе. Конференции мы сделали некоторые ограничения в 60 человек. В принципе, это стандартная посещаемость простой практики, простой лекции, ну и учебных программ. Возможность масштабирования для того, чтобы, если что, мы не знали на тот момент, насколько эта система будет развертываться, насколько потребление будет и насколько это будет сложно масштабироваться. Сразу у нас было требование, чтобы мы могли эту систему как-то отмасштабировать, чтобы можно было скейлинг сделать. Ну и, соответственно, в этом направлении тоже сразу смотрели. На самом деле на рынке из open-source решений на тот момент был не очень большой выбор. Это у нас было взять платформу BitBlueButton, коллеги все знакомы, я так понимаю, и вторая платформа это была Jitsi. Обе платформы свободно, ну, свободное программное обеспечение, можно было использовать для своих целей, но чем нас зацепил Jitsi сразу, в том, что у него была возможность масштабирования из коробки, то есть практически все решения можно было завернуть в контейнеры и, соответственно, делать быстрый скейлинг. И нагрузка, мы протестировали по нагрузке, BitBlueButton был гораздо более потребитель, более масштабно использовал память, ну и, соответственно, у него не было P2P-соединений для пользователей, соответственно, мы перешли на платформу Jitsi. Сразу было понятно, что никакого экспорта данных, никакой централизованной авторизации, никакого следа в Jitsi нету, и, соответственно, нам нужно было сразу за кратчайшие сроки разработать какую-то некоторую оболочку, а он позволял это делать, потому что у него есть отличные два API, у него EF-Frame API, есть API низкоуровневый, но мы на него еще не перешли, мы пока EF-Frame API используем. Соответственно, он достаточно широкий, позволяет его интегрировать в свои собственные приложения, то есть практически вы можете собрать хоть мобильное приложение, хоть веб-приложение, интегрировать, соответственно, через API, и у вас будет управление, что состоянием комнаты, что состоянием тех, кто подключается. При этом, так как у него работает он на основе XMPP-сервера, соответственно, у него есть шина, через которую можно пересылать сообщения, соответственно, через XMPP у него передаются коммуникационные и управляющие сообщения, и к ней тоже можно было подключиться, соответственно, тоже можно было расширить функционал для всей этой системы дальше мы выбрали некоторые такой степ технологии ну фронт у нас view и bootstrap 4 бэк мы тоже далеко не стали ходить потому что у нас очень много так как у нас студенческие разработчики группы большинство все-таки обладают компетенции там в пайтоне ну и соответственно взяли самую быструю платформу для разработки это вот флазк 2 фреймворк и соответственно стали на нем собирать оболочку для всей нашей платформы есть у нас общая глобальная архитектура да у нас есть центральная шина данных у нас все связано центральной авторизации здесь много различных сервисов да и при этом у нас все экспорт на экспорт данных ну так авторизация у нас идет через центральное ссо и данные из видеоплатформы у нас забирают некоторые data collection серверс который накапливает соответственно посещаемость ну и соответственно все что происходит внутри комнат так это некоторая простая архитектура самого джитси что у него есть в основе то есть у него все что он разворачивает дает у него джибрис сервис сервиса видео bridge это он как раз для коммуникации видео веб-сервером поддерживает ну потому что он в базовой версии тоже содержит в эпопе и соответственно поддерживать подтягивает сразу веб-сервер смп-сервер как я уже говорил для него для обмена сообщениями и плюс параллельно у него можно развернуть такую штуку как джибрис сервисы которые позволяют делать записи внутри комнаты и записи можно облачные производить единственный минус джибрис сервисы разработаны так что практически для того чтобы записывать одну комнату нужно поднять один контейнер джибрис сервером и при этом потребление цепу становится ну практически фантастическим потому что он пишет это онлайн в реальном времени при этом там запускаются кодеки и соответственно потребление идет очень сильно в дальнейшем и хотим на самом деле эту вещь переписать потому что параллельно если ты пишешь там десяток комнат ну как у нас было там когда занятие активно мы писали для того чтобы подписать это моментом 10 20 комнат занятия то приходилось ну очень много использовать физических ресурсов на запись соответственно дальше мы наверно сделали оболочку то есть оболочка у нас состоит из бека и фронта который позволяет соответственно мы написали дополнительный модуль как раз как simple по серверу чтобы подцепиться к шине чтобы отслеживать не через api он тоже у них позволяют джитси позволяет отслеживать присоединение пользователей но он делает это не централизованно делает это основа основе как бы веб клиента мы подцепились к смпп шине соответственно разработали на модуль на лула который позволяет на колбеках отслеживать все события которые то есть люди пришли в комнату люди ушли из комнаты люди отправили сообщения или получили сообщения кто-то нажал кнопку кнопочку записи видео ну и соответственно управление видео в комнатах тоже можно было через машину то есть мы и подцепили она отправляет запрос у нас отправляет данные экспортирует сразу на онлайне экспортирует на backend ну и соответственно таким образом у нас единая точка входа то есть в приложении которое позволяет реальном времени смотреть за тем что происходит в комнатах что ну в общем всю посещаемость мы смогли отслеживать в реальном времени так соответственно что у нас было готово нас и готова идиная система авторизации подключения uav ssa то есть мы на самом деле разрабатывали это как часть которой со со которой у нас было до кикла окну по факту мы можем подключиться то есть это мы собрали это приложение как отдельное приложение которое в дальнейшем можно подключать любой вал авторизации в общем-то независимо от нашей платформы можно ее дальнейшем будет использовать у нас есть экспорт у нас есть внешние api для экспорта статистики, то есть можно подцепиться, сделать запросы, сделать поисковые запросы и, соответственно, поиск по людям, по имейлам, по идишникам людей и экспортировать эти данные дальше, куда вам нужно. Дальше у нас есть накопление видео, соответственно, мы делали, ну, так же мы накапливали большое количество видео, до тех пор, пока мы не поняли, что накапливать его бесконечно стало невозможно, да, то есть мы не обладали такими огромными ресурсами, чтобы копить это в бесконечном цикле и, соответственно, сейчас мы уже потихонечку удаляем, делаем там систему истории видео, чтобы это можно было как-то тоже обслуживать. Так, ну, некоторый пользовательский опыт после того, как мы все это внедрили, у нас, в принципе, все студенты, все, кто есть у нас в Меме, они прошли через эту платформу, то есть у них проходили и занятия, у них и практические занятия, они в рамках проектной деятельности постоянно активно делали, потом мы проводили различные события, ну, то есть мероприятия неоткрытых дверей, тоже в онлайне, когда это все проходило, при этом мы за счет того, что мы управляем централизованно системой авторизации, мы прикрутили систему гостевых пропусков, то есть генерируются практически ссылки, временные ссылки для пользователей, можно было рассылать всем посетителям, соответственно, они подключались, заходили, ну, мы ими тоже могли управлять, то есть мы могли смотреть, кто к нам подключался, в общем, контролировать их и делать некоторый экспорт потом для отчетов. Да, там проведено было на этой платформе безумное количество конференций, ну, то есть количество телекомнат, на самом деле записей, ну, 500 записей, это тоже там огромное количество, то есть у нас там уже в разрядах сотни терабайт, которые сейчас мы чистим. В общем, так как там еще есть внутренний чат, он, соответственно, тоже накапливает какие-то данные. В общем, это некоторые там маленькие примеры форм, да, то есть у нас есть там веб-интерфейс администратора, в котором он в реальном времени может отслеживать, что происходит, там на самом деле можно отслеживать и состояние джитси. К сожалению, ну, не то чтобы консорциума джитси, он не очень большой, да, соответственно, у них поддержка тоже не сильно большая, то есть они постепенно допиливают функционал, да, вот там за наши, мы там с этой платформой возимся с 19-го года и в течение вот уже 20-21-22 года… Прошу прощения. Да, спасибо. Они уже постепенно наращивают функционал, но у них страдает, например, поддержка, то есть мобильное приложение, у них есть свое мобильное приложение, оно тоже находится в open source, его тоже можно переделать под себя, но оно страдает в смысле того, что оно очень плохо поддерживается. То есть у них, например, API разросся до того, что некоторые вещи в мобильном приложении они не поддерживают, не успевают поддерживать. То есть тут уже в какой-то момент мы, наверное, возьмемся и за дорабатку самого мобильного приложения, ну и либо уже, соответственно, публикация к ним. Ну, в общем и целом, вот такой вот у нас положительный опыт использования этой платформы. Есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы в этой платформе. Ну, из минусов еще что можно сказать, что управление, например, потоком, так как он построен здесь на WebRTC, там есть проблемы, когда у нас пользователь стоит за несколькими NAT-ами. Мы тюнс сервера, конечно, настроили, но это не всегда помогает, не всем пользователям. То есть некоторые проблемы с этим есть, с работой через WebRTC. Соответственно, мы увидели, что у него потребление, например, CPU, как я говорил, самой платформы не очень большое, да, и очень большая зависимость от того, какой канал мы используем. То есть в частности для того, чтобы проводить большую конференцию в 2020 году, нам пришлось больше одного гигабита, соответственно, арендовать, чтобы эта платформа пропустила через себя такой поток. Вот. Спасибо. Спасибо. Коллеги, вопросы? Здравствуйте. А вот вы сказали, что вам не нравится BigBlueButton высокой нагрузкой, как я понял. Но там если… Но в то же время вы сказали, что страдаете от проблемы высокой нагрузки на канал и от проблемы высокой нагрузки при записях. Вот BigBlueButton запись в целом реализована так, что она особо не грузит сервер, но там многие сталкиваются с высокой нагрузкой на канал. Однако она чинится урезанием битрейта камер по умолчанию. То есть может быть в какой-то мере пытаетесь решить уже решенные проблемы. Тут мы… Можно ответить, да? Соответственно, здесь управлением канала тоже есть, тоже можно все выставить настройки, насколько урезать, но мы заметили, что просто overhead, который добавляет BigBlueButton при равных условиях, он значительно превышал тот overhead, который был на Jitsi. При этом действительно, да, мы… Я знаю, что мы можем на самом деле понизить везде качество и качество видеозаписи мы можем понизить, мы можем поставить кодек, который будет даже без преобразования, он тоже нам снимет некоторую нагрузку на CPU, но это все равно достаточно много. То есть это… Если ты хочешь писать, например, одновременно сто дни комнат, то все равно это достаточно большая нагрузка. Хотелось бы как-то вот от этого уйти. А сколько у вас получается одновременно участников? На каком сервере, вот если примерно? Примерно по 16-ядерный… 16-ядерный сервер на 16 гигабайт оперативной памяти у нас потребляло до 2-2,5 тысяч пользователей одновременно. А пользователи больше 100, только слушатели были? Больше 100… Больше 100, да. Ага, понял, спасибо. А еще вопрос. В Jitsi у вас же там нет, по-моему, демонстрации, презентации, только через демонстрацию экрана, правильно? Только демонстрация экрана, да. То есть тогда получается, что нагрузка на канал и на сервер и на запись еще увеличивается за счет того, что это отдельный видеопоток. Да, именно так, да. Ну то есть у него реализовано на самом деле… Так, последний вопрос, пожалуйста. Да, у меня короткий такой пользовательский вопрос. Я когда через мобильный интернет пробовал использовать Jitsi, очень, ну можно сказать, ничего не работало, а Zoom работал хорошо. Какие-то вы как-то на клиентах какие-то оптимизации делали для клиентов? До клиента, соответственно, там действительно, там есть сейчас, вот, например, я не знаю, когда вы пользовались, просто в 2019 году у них действительно очень было мало настроек на разделение того, какой клиент. То есть у него ты делал дефолтную настройку, что типа, соответственно, какое разрешение у тебя исходящее-входящее и какое ты поддерживаешь. И, соответственно, это было единым для всех. Сейчас, вот, например, в 2021 году они немножко переделали шкалу градаций для мобильных приложений, уже можно отдельно указать, какой битрейт они себе будут получать, и от этого, соответственно, меняется потребляющий канал. Спасибо большое.